Отчетного комитета требуют проверки Министерства образования. Поводом стали большие проблемы с дистанционным обучением, которому нужно отметить, ведомство готовилось, по крайней мере, на бумаге целых 10 лет. За эти годы, по данным депутатов, было потрачено 70 миллиардов тенге. А в результате учеба в онлайн-формате до сих пор вызывает шквал критики. Почему чиновники все провалили, пыталась понять Донар Жуманова. Судя по сегодняшней активности казахстанских депутатов, проблемы дистанционного обучения коснулись и их семей тоже. У некоторых парламентариев даже тональность изменилась, что, пожалуй, полностью совпадает с настроением казахстанцев, столкнувшихся с новым форматом обучения. Депутаты посчитали, только за последние 4 года из госбюджета на развитие системы образования выделяли больше 48 миллиардов. Сюда входит покупка мультимедийного оборудования, проведение интернета в школы, подключение их к образовательным процессам. Еще и брали в долг у Всемирного банка. Но тогда, куда ушли выделенные государственные средства, за это платят и бюджет, и все налогоплательщики. Это далеко не риторически, а вполне конкретные вопросы. А вот для казахстанцев вопрос, куда делись деньги, все же риторически. Достаточно вспомнить, что говорили о системе Еленинг, на которую потратили 36 миллиардов. Кто не помнит, напомню. Ранее президент заявлял, система это просто-напросто крякнулась. Конец цитаты. Как свидетельствует всевозможные жалобы и комментарии родителей в СМИ и социальных сетях, образовательные платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности, отсутствует качественный образовательный контент, учебный процесс сопровождается постоянными сбоями. В Минобразование на обвинения отреагировали сразу же для ведомства. Сейчас, в принципе, не лучшие времена. То с интернетом беда, то хулиганы срывают уроки порнографии. Самое забавное, но, разумеется, не для министерства, то, что отдуваться нынешним чиновникам приходится за своих предшественников. Долларовые займы внедрения Еленинг происходили во времена работы экс-министра образования Бакаджана Жумагулова, Аслана Саринджипова, Ерлана Сагадиева. На финансирование программы Еленинг выделялись средства с 2010 по 2013 годы. С 2016 года полностью прекращено финансирование данной программы. Затрачено из бюджета порядка 36 миллиардов тенгей. Программное обеспечение, на которое тратили миллиарды, сегодня практически не работает. В память от прошлых реформ остались интерактивные доски, компьютеры. И что совсем нелогично, в школах, где не было даже намека на интернет. Но кого теперь волнуют дела минувших лет, если результат здесь и сейчас плачевный? Родители и депутаты просят министра Айма Гамбетова разрешить детям учиться, как раньше, за партами. В министерстве разводят руками. Вопрос не к ним, а к санврачу и местным акиматам. Мы тоже очень беспокоимся, очень сильно хотим, чтобы школы открылись. Свои предложения мы министерству здравоохранения предложили. Несколько вариантов формата возобновления работ в школе есть. Пока чиновники разных ведом смотрят друг на друга, родители, учителя и, конечно же, сами дети продолжают испытывать стресс. Вот, к примеру, шемкенским ученикам вообще приходится рисковать жизнью, чтобы получить образование. Об этом выпуске еще расскажут мои коллеги. Почему наша дистанционка в таком плачевном состоянии, рассказала моя коллега Донар Жуманова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!